Лето 2018 года По яркости объекта в ночном небе Опережая по этому показателю Юпитер И уступая лишь Луне и Венере Если говорить, что Марс приближается к Земле На достаточно близкое расстояние То, соответственно, это про Марс, если говорить То это бывает, видите, ну, может быть, не так часто В истории человечества Так, а вот Луна, если смотреть явление Которое называется лунным затмением Еще раз повторяю Она окрашивается в этот свет Но гораздо интереснее наблюдать Луну Просто Луну, когда она светит у нас на небе Если телескоп просматривать, вы увидите горы Вы увидите лунные моря О которых сейчас идет большая дискуссия Что же это такое? Что касается грядущего полного лунного затмения Оно начнется в 21.24 по московскому времени Продлится 3 часа 56 минут И станет самым длительным подобным явлением в 21 веке Продолжительность полной фазы затмения составит 1 час 44 минуты Входя в тень Земли Луна приобретет красноватый оттенок Из-за чего ее порой называют кровавой Понаблюдать за редким астрономическим явлением Можно в обсерватории Казанского федерального университета Но лишь при одном условии Если позволит погода Пасмурные тучи и облачность Могут стать неслабым препятствием Для наблюдения редкого астрономического явления Ну я хочу сказать следующее Что тут зависит все от погоды То есть если погода будет хорошая То обычно в таких вот датах Мы делаем здесь специальные просмотры И соответственно телескопы И небольшие телескопы, малые телескопы Но еще раз говорю Мы всегда предупреждаем Если будет хорошая погода Уже известно, что видимый диаметр дископланеты Увеличится почти вдвое И будет представлять из себя яркую оранжевую точку В следующий раз подобное явление Которое иногда называют полномарсием Будет наблюдаться лишь 15 сентября 2035 года Аделя Шамилова, Универ Ньюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok